Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Лицей КФУ в рейтинге лучших школ России в сфере информационных технологий. Ректор КФУ посетил праздник Сабантуй в селе Старой Юраши. В Казани проходит форум трудящейся молодежи, не словом, а делом. Ай-Ти-лицей и лицей имени Лобачевского Казанского Федерального Университета вошли в топ-100 рейтинга лучших школ России в сфере информационных технологий. Исследование подготовлено рейтинговым агентством РАЕКС. В рейтинг вошло 200 школ из 44 регионов России. Подробности осмотри в следующем сюжете. Рейтинговое агентство РАЕКС Аналитика впервые подготовило рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий, в которые вошли лицеи Казанского Федерального Университета. Из 200 школ Ай-Ти-лицей КФУ занял 56 место. Лицей имени Лобачевского расположился на 99 позиции. Здесь совокупность факторов, работа действительно всего коллектива, потому что здесь не только, конечно, в первую очередь учителя информатики, но здесь не только учителя информатики, воспитатели, администрации, учителя математики. Большая помощь Казанского Федерального Университета, очень высокого уровня. Лицуисты, сами школьники, они действительно и приходят с определенными стартовыми знаниями, с ними интересно и просто работать. В рамках исследования учитывались выпускники школ, поступившие в ВУЗ за партнеры исследования в 2018 году по направлениям математики и механики, компьютерных и информационных наук, электроники и так далее. Также для определения позиций школ в рейтинге учитывались данные о количестве выпускников, научную форму обучения на бюджетной и платной основе, а также на основании победы в Олимпиаде без других вступительных испытаний. Артем Тупичкин, Универньюз. Студенты и преподаватели Елабужского института Казанского Федерального Университета приняли участие в национальном празднике Сабантуй в селе Старые Юраши. О том, как это и было, наш следующий сюжет. На прошедших выходных елабужские студенты отметили Сабантуй. Для гостей мероприятия была организована работа интерактивных площадок, а присутствующих поприветствовал ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров. Работа только еще начинается. Основной итог, наверное, мы с вами подведем осенью. И также в День Серхозработника отметим и передовиков, и всех, кто имел к этому отношение. Я хочу лишь сказать вам огромные слова благодарности за ваш труд и за то, что вы умеете и работать, и праздновать. Желающие могли найти себе занятия на любой вкус, принять участие в работе игровых площадок по робототехнике, научиться конструировать и запускать ракеты, изготовить брошь в татарском национальном стиле, собрать кубик Рубика и понаблюдать за разнообразными опытами. Творческие номера с национальным колоритом создали особое настроение праздника, а традиционные конкурсы и состязания пришлись по душе его гостям. Сирена Иванова, Айдар Нурмеев, Камиль Гемоздинов, Универньюс. Казанский федеральный университет посетила делегация представителей компании Weidon Cloud Education Group Китайской Народной Республики. Подробнее вы узнаете в следующем сюжете. 11 июня состоялся визит в Казанский федеральный университет делегации представителей компании Weidon Cloud Education Group Китайской Народной Республики. Их визит традиционно начался с экскурсии по музею истории КФУ. Компания является одной из крупнейших компаний Китайской Народной Республики, осуществляющих деятельность в сфере интернет-образования. Казанский федеральный университет ведет многолетнее сотрудничество с университетами, компаниями и научно-образовательными центрами Китайской Народной Республики. Основными направлениями сотрудничества являются гуманитарные науки, геология, нефтегазовые технологии и информационные технологии. Мы считаем, что Казанский федеральный университет, обладающий очень большим потенциалом, в том числе в сфере развития инновационных технологий, может выступить очень серьезным партнером в нашей совместной работе. У нас очень большие ожидания от нашего визита, от встречи. И мы благодарим Казанский федеральный университет за встречу, за возможность познакомиться с традициями университета и за возможность донести информацию о деятельности компании. Далее состоялась встреча с руководством и презентация гостям Казанского университета. Валерия Муратова, Ленардо Валитьяров, Универньюз. Форум не словом, а делом объединил трудящуюся молодежь со всего Татарстана и Поволжья. В форуме приняли участие студенты Казанского федерального университета. Наш корреспондент Анна Глазунова побыла в Центре событий. Смотрим. В Казани открылся форум трудящейся молодежи не словом, а делом. Уже в четвертый раз он собирает активных ребят и девушек. В этот раз в Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма приехало порядка 500 участников со всего Татарстана и Поволжья. Это школьные и студенческие отряды. Для всех участников форума пройдут сессии, мастер-классы, а также мероприятия, направленные на сплочение коллектива. Мы пригласили специально только самых лучших и ярких представителей, интересных для современного общества на сегодняшний день. И надеемся, что наши лекции дадут ребятам новые знания и, конечно же, новое вдохновение для себя. В форуме приняли участие представители студенческих отрядов Казанского федерального университета. В студенческих отрядах я примерно уже третий год. Получается, это мой третий трудовой семестр пойдет. Четвертый форум. За эти три года я еще недостаточно обрела знаний, поэтому для меня это знание, опыт, встреча с старыми друзьями. Я в отрядах недавно, и чтобы прочувствовать всю атмосферу, я решил сходить на форум, чтобы понять, как это. Да и лишние знакомства не помешают. Активные, веселые ребята. Вообще, я пошел туда, потому что увидел пост в ВКонтакте, и там было написано, что стройотряд поможет воспитать себя и, так скажем, вывести себя на нужный уровень. Ежегодно движение трудящейся молодежи становится все больше и больше. В рамках форума 12 июня состоится открытие третьего трудового семестра в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошел круглый стол. Роль и место Центральной Азии в евразийских интеграционных процессах. Подробнее о мероприятии в нашем следующем сюжете. В рамках Казанского евразийского научного форума в Институте международных отношений Казанского федерального университета прошел круглый стол. Роль и место Центральной Азии в евразийских интеграционных процессах. В ходе дискуссии обсудили множество различных тем и проблем, а также предложили методы их решения. Я бы выделил три основных проблемы. Это интеграция постсоветского пространства, или вернее того, что мы сейчас называем евразийским пространством. Вторая проблема – это проблема безопасности в широком контексте, потому что будут обсуждаться и проблемы экстремизма, и проблемы конфликтов, и ряд еще других проблем смежных, которые с этим связаны. И третья проблема очень большая – это проблема миграции. Активное участие в мероприятии приняли представители различных институтов Казанского федерального университета. Пристальное внимание экспертами было уделено сотрудничеству России и стран Центральной Азии в борьбе с международным экстремизмом и терроризмом. Еще один дематический блок был посвящен адаптации и интеграции мигрантов. Я очень рад, что этот форум проводится в Казани, где многоукладный, многокультурный, межнациональный уклад жизни, что все вы находитесь в мире в дружбе и согласии. Сегодня я участвую на круглых столах, международные отношения, и задаю всегда вопрос, а какими должны быть международные отношения? Конечно, мирными, прежде всего. Элия Талипова, Леонарда Влитяров, Универньюз. 8 июня в рамках университета детского возраста в Набережных Челнах прошел первый всероссийский просветительский фестиваль «Компетентный родитель». Чему он был посвящен, узнаем далее. В инжиниринговом центре Казанского университета прошел фестиваль для родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. Старт мероприятия ознаменовало начало пленарного заседания, где всех участников фестиваля поприветствовали Юлия Ищук, основатель Центра поддержки детей-инвалидов и их семей «Планета добра», а также Алексей Исавнин, директор Высшей школы экономики и права Набережно-Челнинского института КФУ. Первым спикером пленарного заседания выступила дефектолог Наталья Кире. Она рассказала о том, как особым родителям вести себя с особыми детьми. Далее слово предоставили Юрию Ширяеву, неврологу-эпилептологу-кандидату медицинских наук. Он выступил с лекцией на тему «Особенности лечения и реабилитации детей с эпилепсией и ДЦП». Следующим спикером стала невролог Румия Набиева. Она выступила с лекцией «Советы неврологов. В каких ситуациях нужна консультация невролога?» Заключающим спикером пленарного заседания стал Раиль Шакерзянов, директор ГБУЗ «Центр реабилитации слуха». Он рассказал о работе и успехах центра, а также о методах выявления проблем слуха. Далее стартовали секционные заседания, в составе которых прошли пять встреч на следующие темы. Нейропсихология, ЛФК и адаптивная физкультура, массаж, логопедия, медицина, дефектология, педагогика. Камиль Гемоздинов, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok